Универньюс приветствует всех, кто находится по ту сторону экрана. С вами Аделья Шамилова. Сегодня вы узнаете. Как получить 100 баллов по ЕГЭ? Мисс Студенчества Приворского федерального округа обучается в КФУ. Казанский федеральный университет и школа волшебства Хогвартс. Что общего? Учитель – профессия сложная и ответственная, в которой без душевной доброты и индивидуального подхода к детям делать нечего. Не зря говорят, что учитель – это призвание, а не обычная работа. В преддверии праздника в Казанской ратуши состоялось чествование педагогов, которые подготовили выпускников по предметам ЕГЭ на 100 баллов. В преддверии осеннего праздника Дня учителя в Казанской ратуши состоялся городской форум педагогов, подготовивших казанских выпускников по предметам ЕГЭ на 100 баллов. Нельзя выражаться про детей штучный товар, но вы именно занимаетесь огранкой тех алмазов, которые становятся бриллиантами. И то, что вы находите таких детей, то, что находите в себе силы, то, что находите талант раскрыть этих детей, и мы получаем такие результаты, это дорогого стоит. Выпускников, получивших максимальный результат, подготовили 69 педагогов из 38 школ. В том числе, это и педагоги лицея имени Николая Ивановича Лобачевского Казанского федерального университета. В этом году два стубальника за всю, сначала, как внедрили ЕГЭ, человек, наверное, 12. Это труд, это регулярное занятие, выполнение всех заданий, которые я даю. А от учителя это постоянное отслеживание всех тенденций. В республике всего 10 выпускников набрали 100 баллов по двум предметам. Среди них есть учащиеся лицеями Николая Ивановича Лобачевского и КФУ. В этом году закончили лицей и получили 100 баллов на этапе государственной итоговой аттестации пять наших учеников. Вернее, четыре, но один стал дважды 100-бальником из Беков Вадима. Сегодня мы надеемся, что наградят нашу учительницу химии Роману Вольгу Николаевну. Роману Вольгу Николаевну преподает химию, можно сказать, со школьной скамьи. Стоит отметить, что в рамках мероприятия также состоялся диалог между учителями и городским руководством о том, каким образом удается достичь высоких результатов во время сдачи государственных экзаменов в школе. Для Анны Шилова, Владимир Нелюбин, Универньюз. 4 октября на базе Казанского федерального университета прошел экономический диктант. Всего в акции по всей России приняло участие более 100 тысяч человек, которые написали диктант в 83 регионах страны. Уже во второй раз всероссийский экономический диктант прошел на площадке КФО. Ко всероссийской акции также присоединились лицеисты университета. Более 50 учащихся из IT-лицея и порядка 40 школьников в лицее имени Лобачевского. Диктант проходит в виде видеозадания. Участникам под диктовку, диктор через видео диктует вопросы, и у участников есть около трех минут, чтобы правильно ответить на вопрос. Участники мероприятия из числа школьников и студентов, набравшие более 80 баллов, будут приглашены в финал всероссийского проекта «Фестиваль экономической науки». Адель Шамилова, Зуфар Галливов, Владимир Нелюбин, Универ Ньюз. Ученые Казанского Федерального Университета изучили явления метеорных потоков. Почему нападающие звезды стоит обратить внимание, узнаете в нашем сюжете. Ученые Казанского Федерального Университета изучили метеорные потоки малоинтенсивности. Физики пришли к выводу, что они могут служить предвестниками метеоритной опасности. Метеорные потоки для нас выглядят как падающие звезды. Работа была посвящена более глубокому анализу орбит, метеороидных орбит, которые находятся вблизи орбиты Земли. Полученные казанскими радиофизиками научные результаты помогут выявить закономерности эволюции полевой составляющей Солнечной системы и научиться предсказывать приближение к Земле опасных метеоридов и астероидов. С помощью этой методики можно определять минимальное количество метеоров, которые находятся вблизи орбиты Земли. То есть по количеству метеоров можно предположить, что существует какое-то метеороидное тело, которое двигается по этой орбите. И по этим мелким частицам, по метеорам, можно, в принципе, предсказать движение большого тела. Артем Тбичкин, Анжелика Савельева, Ленарда Валитяров, Универньюз. В Елабужском институте состоялась торжественная церемония посвящения в профессию учитель. Чем запомнилось данное мероприятие, расскажет наш корреспондент. Накануне Дня учителя в Елабужском институте Казанского федерального университета состоялось посвящение в данную профессию. Я думаю, что многие из вас уже просто мечтают дать первый урок, пообщаться с ребятами. Но этому, конечно, очень много учить. В рамках мероприятия студенты встретились с ветераном педагогического труда. Учитель истории с 50-летним стажем Фарида Шакирова поделилась со зрителями секретами профессиональной деятельности. Далее был проведен традиционный ритуал посвящения в профессию. Первокурсники пообещали себе и друг другу непрерывно развиваться и стать профессионалами в выбранной деятельности. Азель Шамилова, Сирена Иванова, Айдар Нурмиев, Универгилс. В Казахском федеральном стартовал студенческий фестиваль «День первокурсника». Первым свою программу представил инженерный институт. Чем удивляют первокурсники в этом году, расскажет наш корреспондент. Межинститутский фестиваль «День первокурсника КФУ» ежегодно проводимый конкурс самодеятельного творчества студентов. Стартовал 3 октября на площадке КСК КФУ «Уникс». Первыми свою творческую программу представил инженерный институт. Первокурсникам удалось погрузить весь культурно-спортивный комплекс в атмосферу магии волшебства. Так, настойчивость и храбрость. Гриффинтон! Это все должно быть очень грандиозно, и я ожидаю, что многие, кто будет смотреть, будут в восторге. Это круто, это все, что я могу сказать. Просто это не выразить словами, это здорово. Сейчас я покажу тебе, кто тут настоящий волшебник. Благодаря совершенно отличающимся друг от друга по идейному замыслу программам, творческие выступления студентов предоставили зрительному залу и членам жюри шанс перенестись в мир известного литературного произведения и позволить себе немного волшебства. Адель Шамилова, Ленарда Валерьяров, Универ Ньюс. Еще русский писатель Федор Достоевский говорил, что красота спасет мир. Какую именно красоту он имел в виду, внешнюю или внутреннюю? Героиня нашего следующего сюжета совмещает в себе и первое, и второе. Наш корреспондент Анна Гузунова пообщалась с обладательницей титула Мисс Студенчества Приворского федерального округа. Студентка второго курса высшей школы ИТИС Казанского федерального университета Гузель Мусина демонстрирует свою корону. В январе она стала обладательницей звания Мисс Казань 2018, а недавно вернулась из Севастополя с новым титулом Мисс Студенчества Приворского федерального округа. Его она получила на 12-м всероссийском конкурсе интеллекта, творчества и спорта Мисс и Мистер Студенчества России. В финале конкурса участвовали 39 девушек и 23 молодых человека из 40 регионов России от Хабаровска до Калининграда. Конечно, были девочки сильнее, возможно, в творческих номерах. Кто-то лучше себя показывал в спортивных мероприятиях, кто-то в интеллектуальном конкурсе. Но это же все берется в совокупности, и если кто-то хороший в этом, не обязательно он хороший в этом. На всероссийском конкурсе учитывались и творческие способности участников. Гузель выступала на сцене с татарским народным танцем, показывая тем самым любовь к своей родине. А вот за интеллектуальный конкурс пришлось поволноваться, отмечает девушка. Никто из конкурсантов не знал, что попадется в билете. О награждении девушка рассказывает очень эмоционально, говорит, что запомнит его еще надолго. И не только потому, что получила титул Мисс Студенчества Привозского федерального округа. У нас был финал в Херсонесе, в историческом месте. И, чтобы вы понимали, там было около 13 градусов. Это была ночь. Херсонес рядышком с морем находится. Там был жуткий ветер. На мой последний вопрос о том, что в понимании Гузель, значит, красота отвечает серьезно и вдумчиво. Для меня красота – это не только внешняя составляющая человека, но и внутренняя, безусловно. Анна Глазунова, Владимир Нелюбин, Универ Ньюз. На этом все на сегодня. С вами была Аделья Шамилова. Не забывайте смотреть нас в социальных сетях. И до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова